миром так у нас все записывается выставляется в интернет и не против чтобы никогда не бунтовал мы записали все по согласию я слушаю говорите мне быть поститься по календарю либо вообще взять строгий пост месяц ничего не вы сами решите как вам лучше вот мне звонят разные люди звонят как говорят вот вячеслав семенов я пятый день он не ест пятый день 5 дней он не ест еще я не знаю когда он из поста выйдет и уже говорит моя горит у работоспособность увеличилась в пять раз вот ответ он еще не спрашивал пять дней не ест ничего работоспособность увеличивается в несколько раз вот и весь сказ что тебе нужно тем более молодой человеку и себя же не относите к старым ну и поэтому молодой ты трудись над своей утробой когда человек говорит я там побеждать хочет блудные наклонности все охота жениться или еще блудную не победишь пока щерева не за не возьмешь в плен а тогда уже путь тогда уже подчеревная страсть будет от нее зависит вот есть такая невинной пруденции стоя рассказ этого ну все об этом пишет лесков николай семенович вот прочитайте и вы поймете ответ вам там дан что главное как один сватался за христианку и что из этого получилось какое она ему испытание дала он согласился она хорошая такая и он этот экзамен выдержал только оказалось что не она будет а другая с ним будет спать на самом деле женский вопрос он достаточно такой мерзкий грязный нет там ничего там ничего мерзкого нету она просто я ни одной не видел непорядочной конкретно чтобы она слушалась слушалась мужа в рамках вы этот рассказ считали этот невинной пруденции ну прочитаешь тогда будешь давать какие-то слова зачем говорить когда не считал я не считал я сразу приступаю а я во свете библии говорю во свете иван я по сегодняшний день только сейчас бросил считать вы считать видно что не очень-то превышенно самое простое что я вам давал похоже вы ничего не читали потому что опять то же самое а у меня подробно отвечено книга которую у меня к истину православия я скидывал почему не прочитаешь ее да я больше у меня даже времени нету то другое я на стройке работал в две смены находил время на книгу это я потратил 40 лет материал собирал 40 лет а тут главное готовы просчитать вот нужно мне узнать было златоуса это 12 тому по 800 страниц а всего четыре предложения оттуда взял ты очень ленивый в этом вопросе о своей душе я просто тут я подхожу с той точки зрения кому пока артистов православия не прочитаешь мою книгу у тебя вопросы будут один за другим идти когда ты прочитаешь да законспектируешь ты поймешь какую работу господь проделал для вас человеку это невозможно сделать 40 лет по крупицам собирал этот материал по ней сейчас диссертации защищают этих материалов нигде нету только у меня это бог так сделал я добавляю всегда у меня нет ни гуманитарного не религиозного образования специального я учусь 81 год каждый день учусь у меня лежат он сейчас сколько не распечатан даже газеты хорошие статьи при том старые которые вышли книги каждый день мне выкидывать не меньше трех-четырех роликов чтобы дал я на них ресензию геннадий технович у меня порой должно библию конечно же на библию я выделяю время это святое что вдобавок то есть по медицине надо кучу всего понимаете читать потом надо смотреть дальше то есть по программированию дальше мне программирование будет время занимать так я так слушай я уже сказал мою книгу если ты не знаешь я тебе скину заголовки одни в этой книге и ты там увидишь там все сговорится о посте об объедении об радобрите там отдельными все отвечено при том в конечной инстанции к этому нельзя ничего добавить уже я распространял это от руки все переписывал не один раз посылал архиереям и когда накопился материал вот столько что книгу издать я издал там католики находят для себя золото одна статья называется человек убийства и ложь ватикана 2 называется гордость папства 3 фатимская трагедия или надежда 4 статьи католикам и ты там увидишь там столько исторических дат откуда взятые все подтверждается словом божиим я библию считаю библию надо разуметь не просто считать как явных ехал считал библию а филипп пристал это разумеешь ли он как могу разуметь если кто не наставит я понимаю что она меня требует но я как не идеальный понятно христианин будешь считать исполнить не могу потому что я и человек не идеальный но я стремлюсь к этому читаю я понимаю когда я читаю вам не все понятно понятно что есть толкование это глубокий смысл но это надо уделять ну ты знаешь про наш трехтомник который выпустил за 2000 лет первый раз полное толкование с откровением каждый том семьсот пятьдесят две страницы это только на новый завет ты толковать и тома толкование полную блаженна фипелахта от матпея кончая откровением и никто не никогда не зал дальше 280 иллюстрации 240 иллюстрации гюстава даре ты посмотри какая книга она мне очень трудно далась даже как оформить какие корочки что я ездил по типографиям когда нужно было гюстава даре я ходил на выставки художественная договаривался с художниками как это сделать они черно-белые надо расцветить и мы покрасили все 230 иллюстрации 10 10 плюс из классики это же работа у меня работы нету счеты сравнивать с нашим временем у нас нельзя было пропустить субботы нету один день воскресенье я вот работал когда призвали меня перед этим каждый день без выходных в две смены каждый день две смены без выходных пока меня в армии не забрали еще тебя дано ты берешь только то что на поверхности лежит копай глубже было сказано симеону копай глубже он копает и наконец докопался господь показал что ты почему так рассуждаешь мне дано сколько тебя на сон уходит 6 часов максимум я все время себя по пять минут отрывал и довел сон 20 в 12 в 6 стою я говорю я отрывала себя по пять минут и наконец осталось два с половиной часа дальше я не потянул я на этом остановился теперь на сон у меня два с половиной часа пошло я такой же человек так же спал но я все время работаю над собою голова не так варит в сон и ходишь те операции которые раньше осуществлял не так качественно осуществляешь потому что ну это я пробовал 440 вставать понятно ты все даю отдаешь обговоркам вот этот женский характер в этом вопросе отговорка не успел вычислить ты еще минуты не думала уже все просыпалось и мимо я то другое лишь бы не делать только я себя говорю по делу что ты смотришь у меня как на врага я тебе говорю как человек отвечать перед богом буду раз с тобой я встречался ты понимаешь какое дело надо тебе работать над собой ты очень ленивый ну понимаешь я не могу никак сказать потому потом мне господь позволил сделать что ни один человек не делал что я не читаю ваши книги да вот и перебой на в россии уже полтора года почти без отпуска какие-то ленивый чем я ленивый я прихожу уже уваливаю в армии служил в армии служил я в армию служил я в армию служил видя меня и дали с должности старшины и увольнительно мне донат 1 января до 31 декабря я один это бог делает потому что они увидели я работаю это военное еще бы я их зазомбировал или что я сегодня с генералами разговаривали такой должности нет игру у меня была техник смотрите воинских зданий ракетных войск дальнего востока я за время службы все мировые системы изучил едва иностранных языка в армии еще раз говорю что я никогда себе льготы не искал а я уже отложил самое нужно я к тому говорю делюсь опытом что надо работать надо работать а работать это значит надо все время организм душу тренировать все время на молитвах хотя как только земные поклоны тебя нет ты возьми себя заправила домой приходишь перед сном днем 100 поклонов земных положить чтобы голова руки и колени косились коснулись пола возьми сначала 100 поклонов завтра 200 послезавтра 300 через 10 дней 1000 поклонов в день каждый день ты увидишь как себя это дурь то начнется и зажать поклонов очень боится дьявол подземные поклоны как начинаем делать ты смываешься каждый раз тебя нету но нельзя так но на не на работе а как когда не на работе на выбери время встану сейчас пораньше я прихожу с работы я помолился все мне хочется просто отдохнуть от работы от всего понимать что-то почитать в голове у себя порядок сделать вот слово отдохнуть отдохнуть я ни разу в жизни не произнес это слово я пришел не для отдыха господь говорит многие павел говорит многие бегут на ресталище на стадионе но один получает награду и так бегите что получить что ты получишь не просто воздух бить но я иду на него не неверно она верная ты как-то так как а куда вывезет они такие в католике они так я мусульмане свалюсь лишь бы жены 4 дали это все тебя знаешь от жиру бесишься работать надо тебе 40 лет и ты уже как старик выгод начинаешь спрятаться от работы я ни разу не уверен от работы в жизни своей ни разу нужно она не нужно сказали делать я и делаю сделай лучшим качеством специальность я отработал по специальности пришел домой по-домашнему надо приготовить там убрать что-то так сказать постирать так и так пойти в магазин потом надо помолиться потом надо то есть что-то почитать если еще эти поклоны буду по 1000 поклону в день делать когда уж на время просто прилич отдохнуть я за всю жизнь не не за всю жизнь ни разу не ложился женой 60 лет она не видела меня лежащим ни разу но счет эти позволяю что я повторяю моя жена за 60 лет меня не видела лежащим ни разу но счет и позволяешь себе ну возьми допустим я стою смотри сюда внимательно гляди я смотри на себя перегни вот так вот возьми это кожу сколько какая толщина будет давай говорит как у воробья на коленке у тебя сколько будет понятно сколько перегни пополам и скажи сколько сантиметров ну я простое дело прошу ты еще не делаешь перегни пополам и замерить сколько получилось я тебе показываю я тебе показываю прямо я перегибаю тут ничего нет ты же не брюки снимаешь а так ты перед тобой раздевается на канал рентген надо смотреть что ты отговариваешься вот так вот перегни его сколько у тебя получится вот такой вот у тебя оттуда дурнина вся и ползет понятно но я уже уменьшаюсь раньше было нет ничего не сделал ты лукавый тебя нельзя исправить тебя не исправить потому что ты ленивый и лукавый ленивый ленивый прямо я тебя в бригаду к себе никогда не взял бетон мешать тачать на второй этаж тачки таскать кирпище там все делать я не строитель не строитель ты живешь в доме я к тебе не рад не приду на твою работу мне не надо я обойдусь без рентгена а ты без крыши над головой не обойдешься моя специальность важнее твоей без рентгена жили тысячи лет люди неправильные диагнозы были понимаете лечили неправильно соответствую я тебе ты хочешь узнать что ты сразу у тебя все мгновенно сразу как ходу худая хозяйка она на все дает ответ ты дай хоть маленько что я сказал обдумать хотя бы ну хотя бы день-два ну хорошо поклоны делать почему ты не делаешь земные поклоны сколько ты поклонов делаешь один на молитве в конце сколько поклонов один поклон в день вот здесь сделай доведи 700 поклонов в день земные поклоны земных как протопопа вакуум говорит из себя вот это разная это шушер это сойдет ну и куда ты скоро в вепку не помещаешься попробуй не оправдывается не оправдывай леность свою труднее всего лень оправдать в мире запомни ее нельзя оправдать ленивый под ленивый подобен воловьему помету всякий опускающий руку отряхнет ее вот представьте вы сейчас анатолий техники подходите к владимир владимировичу путину говорите вы ленивый 800 поклонов где не делаете но он то их не делает но он работает совершенно то есть исполняет свой долг у него своя профессия но он 700 поклонов не делает и что он ленивый теперь да кто смотри сколько спортзале он проводит как он хоккей гоняет как на лыжах горах посмотри как он по тайге там охотиться сколько показывает везде ему сколько лет ему сколько лет уже вот так ну вот и вот и вот он спортзал да ходит я же начал ходить вы запретили сказали что это вредно то есть там музыка такая вредная для христианина еще бы я пошел туда до деньги платить так скажи сегодня ты живешь сейчас где в каком городе подмосковье живешь так сколько у тебя на месяц уходит на еду я даже не считал каждый раз по разному ну в среднем возьми три месяца по разному раздели на три сколько это на бытовую химию на еду до десяти тысяч ничего себе боров на заколение а ну тут цены цены космические то купи это купи раз того 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 нет все можно еще купить прошлые годы прошлые годы когда еще там это было при советской власти у меня на еду уходила в месяц на стройке работаю физическая работа 9-11 рублей больше не было 10 рублей это ни у кого не было почему хлеб лишь бы был картошка своя да и потом видите как борода отросла люди многие пугаются говорят что ты в монахи уходишь почему боятся то чего ради бояться то чего не будет бояться наоборот с бородой человеку не тронет никого это половой признак его нельзя удалять это нормально ну вот представьте семья будет примеру жена представьте я буду пищу поклонов делать мне даже на жену времени вот и все договорились и готовься к отходу из этой жизни люби господа зачем она тебе нужна сегодня детей именно юстиция отбирает во франции уже два с половиной миллиона отобрали детей в швеции на каждом шагу могут отобрать у меня есть множество примеров у которой то есть есть дети семьи у которых есть дети у них никто не отбирает живет в америке у него никто детей не отбирает в америке ему пришли к примеру детям говорят мы будем прививать он подписал множество бумаг отказался от прививок то есть ему никто насильно это так сказать не знаешь в америке у нас одних козлову там написали он александр а она людмила кажется и она дочь наказала дочка ду волосы подрезала там накрасилась и она чем-то наказала 6 ребятишек грудного ребенка отняли все и обоих посадили в америке в америке нашли масонское гнездо от посадили лет по 7 дали они с украины были что хорошая власть она поступила по слову божию и мы молились все время за них и они там собирались а молились а баптисты посадили находясь муж отказался и видимо развод там и прочее а она до конца была верная она патриот слово божие так слушай ты где жил у тебя были друзья которые голубей держали у тебя знакомые были ты не он не отвечаешь на вопрос и нет нет так сиди маленько сейчас подожди подожди это вы вылупся голубеных у меня две голубяти одна в деревне другая здесь ты никогда не будешь держать голубей никогда смотри какая красота ну конечно не буду я держал убить за ними ухаживать надо клипку эту калитку че не будешь у нас в алтайской правде губернская газета я 60 лет уже больше 60 лет занимаюсь голубями у нас пришла большая статья в газете у злого человека голуби не живут они у тебя передохнут сразу а мне они не нужны их не возьму зачем а у старообрядцев никогда не было голубей нигде по всей стране у меня был раньше кот 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 сидишь подожди постой посмотри какая красота спаля сады какой хвост у нее она как леса а другая у меня есть я посмотрю где она смотри черная пантера красиво очень даже красиво а какая она мышатница а там у нас в трапезной под полом с улицы собрано еще пять кошек кормим это у меня дома две голубей надо отпускать на свободу пусть летают а у кошек собак правильно вот у меня собака большая видел одна чемпион края а другая чемпион россии я каждый день с ними на прогулку хожу и кормил огромные немецкие овчарки она с нами она проехала 120 тысяч километров по всем странам европы и скандинавии прибалтики и все мы снимали и он защищал нас везде женщины нет правильно чтобы не было вот этих вот снов которые меня скверняют то есть всякой вот этой нечистоты чтобы было ровное состояние что нужно делать значит перейди не больше 30 рублей трать на месяц нет это не 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 подожди подожди я тебе сказал у тебя где сколько идет на месяц 10 10 тысяч вот 10 тысяч на три тысячи на три тысячи перейди попробуй а что я за них куплю понимаешь ты не хочешь трудиться над собой ты бы сказал с удовольствием что я за них куплю я рассуждаю логично то есть сейчас цены тут космические вот хорошо я я вам приведу пример вот пошел в супермаркет купил себе там орешек орешек потом огурцы помидоры огурцы помидоры сейчас раз купить там два огурца три помидора 200 рублей нет сразу это все дорогое так не бери дорогое не бери перейди на хлеб что-то не есть огурцов помидоров вообще ну я не знаю как у нас дешевого тут нету я же у меня своей земли нет я покупаюсь не знаю как ну надо как-то выходить из положения то тебе как же куда это годится из мира никак не выйти а вот слушай слушай вот ты допустим женился у тебя выросла дождь и сватается вот как ты копия такая ты отдашь за него ну я не знаю да конечно нет ты скажешь и людоед что ли а то на гибель отдавать на гибель вот эти характеристики вы мне не дали скажите мне почему ну ты сам сам ответь ты подумай где-то за такого как ты дочь свою никто не отдаст почему да потому вот понимаешь тебе нельзя сказать ты сразу будешь злиться вот тебе которые написали характеристику который выделил места это это все правильно сказано а ты никого не признал ты вообще не признаешь никого тебе ответил вячеслав вот в этом как там засима был когда он гордый пришел он сказал в воротах стоять каждому в ноги кланяться который из монастыря в монастырь и просить говорить я бесноватый я бесноватый и он семь лет простоял убрать уже не хотел не мог он говорит скоро я отойду оставьте на том месте ты разу не скажешь это ты же ведешь себя как бесноватый буйно бесноватый ты не борешься не там ты объяви себя бесноватым и ты увидишь как тебе надо бороться с этим то ты признаешь что это твое да не твое ты непременно в ярость начинаешь обзывать ты мне сколько раз гадости писал всякие а я тебе не отвечаю на это хорошо иначе тихий иначе я вас выслушал я согласен с вашим мнением я буду над собой работать мое мнение выражается в том чтобы я написал одну строчку вопросы а другие восклицательный знак чтоб ты догадался все которые написали написали правильно неправильно ни одного нет разбери заново я тебе говорю не как врагу какому так как человеку погибшему не погибающим а погибшему чтоб тебя вырвать оттуда из лап сатаны благодарю все я отошел спасибо павел говорит гнев человека не творит правды а ты злопомнение уподобляй дьяволу говорит ян златоуст ты попадаешь в этот разряд хорошо хорошо понимаешь ты серьезно к себе отнесись я тебе говорю что начни работать как бесноватый прямо просить бога исторнуть из тебя этого злобного духа демона осмодея и у тебя по другому пойдет сразу а ты сейчас мне начнешь писать всякую муку обязательно ты напишешь тебя не вот и не воздерживайся если бы ты знал что тебя каждый будет как тот кто там старшина или кто тебя в грязи табуреткой то лупил ты бы молчал а ты тут просто мне пациент зашел надо сейчас но я тебе говорю то не ради того чтобы ты злился на меня не думай на меня злиться ты меня уже в черный список заносил еще только не было хорошо хорошо до свидания еще не нравится не по зубам